Звучит музыка 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 Ніколи я не осягнув мого відкуплення ціну Скажи, скажи сьогодні, Ігоря! Звучит музыка 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 Вам не радость, как река, Вам не радость, как река, Вам не радость, как река, Вам не радость, как река от креста. Аллилуйя! Аллилуйя! Исцеление, исцеление, как река, Исцеление, как река, Вам не радость, как река, Вам не радость, как река, Вам не счастье, как река, Вам не счастье, как река от креста. Аллилуйя! Скажи! Аллилуйя! Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Тебе! Аллилуйя! 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 Слава, слава нашему Богу! Мы славим Его, мы поем про Него, Он даровал нам истинное спасение, Он даровал нам прощение. И сейчас в следующей песне будем петь об этом, О Его милости, о Его любви к нам. Вас поем, будем кричать, будем петь от радости. Аллилуйя! Аллилуйя! Бог излил любовь на всех нас, Он даровал прощение, Его имень и спасение, Радость и селенье. Ты Бог, создатель мира, князь, Ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать от милости Твоей. Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открылась. Бог излил любовь на всех нас, Он даровал прощение, Его имень и спасение, Радость и селенье. Ты Бог, создатель мира, князь, Ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать от милости Твоей. Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам перед небеса. Воспою Тебя, ведь Ты святой. Аллилуйя! Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам перед небеса. Воспою Тебя, ведь Ты святой. Аллилуйя! 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 Тебе, Богу милости! Бог излил, скажи! Бог излил любовь на всех нас, Он даровал прощение, Его имень и спасение, Радость и селенье. Ты Бог, создатель мира, князь, Ты первый и последний. Я буду петь, буду кричать от милости Твоей. Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам перед небеса. Воспою Тебя, ведь Ты святой. Аллилуйя! Аллилуйя! Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам перед небеса. Воспою Тебя, ведь Ты святой. Аллилуйя! Вечно буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам перед небеса. Воспою Тебя, ведь Ты святой. Аллилуйя! Только Тебе! Вечна буду славить лишь Тебя, Ты открыл нам в мире небеса, Воспалит Тебя, и Ты Святой! Аллилуйя! Аллилуйя! Мы воспринимаем для Тебя сегодня. Боже, Ты — Бог милости, Ты — Бог славы, Ты — Бог спасающий и прощающий нас. Мы сегодня благодарим Тебя За Твою благость, за Твою милость. Аллилуйя! Воспеваем для Тебя! Аллилуйя! 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 Ты знаком! Аллилуйя! 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 Ты Святой! Скажи! Аллилуйя! Ты — Бог Святой! Аллилуйя! Аллилуйя, 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 Ты святой, Аллилуйя. Аллилуйя! Аллилуйя Богу! Аллилуйя! Слава Святому! Еще большую славу воздай сегодня Богу Своему, Спасителю Своему! Боже, спасибо Тебе за Твою милость, за Твою благость в жизни каждого из нас. Мы благодарны Тебе, что Ты любишь нас без всяких условий. Ты превыше обстоятельств, Ты превыше всего. Что бы ни происходило в нашей жизни, Ты рядом. И даже если мы отвернемся, даже если мы где-то заблудимся, Боже, Ты никогда не устанешь нас ждать. Ты добрый, Ты милостивый. Аллилуйя! Слава Святому! У твоих руках Добрий ты, Господь, и любов твоя на вики Добрий ты, Господь, и любов твоя на вики Добрий ты, Господь, и любов твоя на вики Халилуйя, мы славим Тебя, Иисус, мы восхищаемся Тобой, мы восхищаемся Твоей любовью к нам, Мы восхищаемся, Боже, насколько Ти сильно любишь нас, Аллилуйя, Аллилуйя, благо Деви. Хтось говорить, що Тебе не маю, Хтось говорить, що далеко Твій, Та знаю я, що поруч Ти завжди Моє серце у Твоїх руках. Моје серце у Твојх руках. Добри Ти, Добри Ти Господ, и любов Твоја на них. Добри Ти Господ, и любов Твоја на них. Добри Ти, Добри Ти Господ, и любов Твоја на них. Добри Ти, Добри Ти. Добри Ти, Добри Ти, Добри Ти. Ти є лише один, Митца. Ти є лише один, Тебе душа моя бажає, Ти є лише один, Митца. Ти є лише один в нашому житті, Ти є ще один, Ти є лише один, Митца. Ти є лише один, Митца. Ти є лише один, Тебе душа моя бажає, Ти є лише один, Митца. Ти є лише один, Митца. Ти є лише один, Тебе душа моя бажає, Ти є лише один, Митца. Ти є лише один, Тебе душа моя бажає, Ти є лише один, Митца. Добрый день, Господь, и любовь твоя наивит. Добрый день, Господь, и любовь твоя наивит. Добрый день, добрый день. Добрый день, добрый день, добрый день, добрый день. Наш драгоценный Господь Иисус Христос, мы пришли к Тебе сегодня с верою. Ты наш Бог, Ты наш Господь, Ты господин всей нашей жизни, Ты наш спаситель, наш утешитель. Ты наш самый верный и лучший друг, тот, который никогда не оставляешь нас в трудную минуту, тот, который знаешь наш путь, который знаешь все в нашей жизни. Господи, мы благодарны за Твою доброту, которая никогда к нам не заканчивается. Ты возлюбил нас любовью вечную и простер к нам благоволение. Дорогой Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, чтобы нас спасти. Ты оставил небо, Ты оставил Отца. Ты жил на этой земле и показал нам путь, светлый путь. Ты на кресте понес все наши немощи, грехи и проклятия. Ты пострадал за нас и избавил нас, Господь, чтобы мы могли жить вечно. Ты воскрес на третий день, и Ты отправился к Отцу, и Ты готовишь нам место, Ты заберешь нас к себе, и мы будем жить с Тобой вечно. В Твоем чудесном царстве, Господь, где не будет боли, слез, где не будет смерти. Иисус, это наше будущее, и это Ты сделал, Господь, это Ты на кресте приобрел. Это не мы, Своими добродетелями, Иисус, но это Ты и Тебе вся слава, Божий Сын Святой. Мы сегодня чтим Тебя и каждую каплю Твоей крови, Господь. Это исплата за нас, за наше спасение. Иисус Христос, Божий Сын, Твоя жертва полностью удовлетворила Бога Отца, и Он принял ее, Господь. И сегодня Бог Отец смотрит на нас с неба, как на своих сыновей и дочерей. Мы приняты Богом, мы Божьи дети, мы Божий народ. И это все благодаря Тебе, добрый Ты, Господь, добрый. Добрый Ты, Господь, и любовь Твоя на веке. Добрый Ты, Господь, и любовь Твоя на веке. Добрый Ты, Господь, и любовь Твоя на веке. Добрый Ты, добрый Ты, и любовь. Слава Тебе, Иисус, слава Тебе, наш Царь, наш Господь. Иисус дадал нам то, чего мы не заслужили. И Ты не даешь нам то, что мы заслужили. Мы благодарим Тебя за это. Господи, учи нас сегодня, наставляй нас. Пусть Твое Слово нас вразумляет, очищает, исцеляет. Господи, мы просим Тебя, будь с нами. Мы очень в Тебе нуждаемся. Друг Святой, яви нам Иисуса Христа, чтобы Он был близко к каждому из нас. Мы очень сильно в этом нуждаемся. Мы пришли к Тебе, Господи, ибо в Тебе глаголы вечной жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Церковь, давайте мы прославим нашего Бога. Он достоин самых лучших слов, самых лучших чувств. Он достоин в нашем Царе Бога. Присаживайтесь, пожалуйста. Слава Богу, я очень рада видеть каждого из вас. У нас есть люди, которые стоят. Поэтому, пожалуйста, если рядом с вами есть место свободное, немного подержите вашу руку. Братья и сестры, которые стоят, пожалуйста, вы видите поднятую руку? Смело проходите туда. Там есть свободное место. Присаживайтесь, пожалуйста. Присаживайтесь. Там, где поднятая рука, проходите туда. Дорогая церковь, я хочу поделиться с вами моей радостью. 20 лет я молилась за спасение моих родителей и за спасение моей родной сестрички, ее мужа, моей племянницы. 20 лет я им рассказывала о Боге. Они иногда бывали у нас на служениях, но их сердце не было открыто, чтобы полностью довериться Ему. И когда у нас три недели назад было служение, посвященное спасению родных и близких, и как раз я там и проповедовала, я призывала вас к тому, чтобы вы могли прийти к своим родственникам, принести им приглашение, пригласить их на служение. Знаете, я проповедовала это вам и сделала это и сама. Я пришла к семье моей сестры, посадила ее мужа, мы договорились заранее. И я им рассказала благую весть, четко, ясно, конкретно. И я призвала их к тому, чтобы они могли посетить служение. Это был такой откровенный, открытый разговор. Я об этом молилась, потому что я нуждалась и в смелости, и в мудрости. И когда я пригласила их, у них сердце раскрылось, они сказали, что придут. Но сюда им ездить далеко, они живут на Перово, это почти что Троещина. И они сказали, что они придут в Дарницу, у нас есть одна из поместных церквей в Дарнице. Как раз я должна была там быть, это было прошлое воскресенье, 12 число. И мы договорились там встретиться. И прямо уже перед тем, как они должны были ехать, это было прошлое воскресенье. Я была здесь на втором потоке, а потом ехала в Дарницу. Перед потоком вторым звонит мне моя сестра и говорит, Таня, я не смогу приехать. Я говорю, Ира, почему не сможешь? У нас поломалась машина, а они живут, были аж в Пырного, это аж около Выжгорода. У нас поломалась машина и плюс к нам должны прийти люди по бизнесу, решается вопрос нашего бизнеса. И поэтому они именно в этот день, в воскресенье, могут прийти. Я говорю, Ира, послушай, решается вопрос твоего спасения. Ты пообещала, Ира, дала слово, приди. Она говорит, ну я не могу, мне не на чем доехать. Как мне доехать? Я говорю, Ира, не знаю, на автобусе, на такси, как угодно, но ты дала слово, сохрани это слово. Она говорит, ну решается вопрос бизнеса, Таня, я боюсь. Я говорю, Ира, ты боишься, ты себе бойся, а делай правильно. Она говорит, что я уже поняла, что тут уже бесполезно отпираться. Мы с ней попрощались. И я поехала после второго потока туда, звоню перед служением. Я говорю, Ира, вы едете? Я не знала, точно ли они приедут. Она говорит, мы уже подъезжаем. Подъезжает моя Ира. И первый ее вопрос перед церковью, там в Дарнице. Таня, перед покаянием мне нужно меня выпихивать в спину. Я говорю, хорошее начало. Я говорю, Ира, я не смогу тебя выпихнуть в спину, потому что я проповедую. А, ну хорошо, тогда все спокойно. Знаете, мы приехали туда, началось служение, братья и сестры. Это церковь небольшая по сравнению с нашей. Но Дух Святой настолько сильно коснулся ее там. Когда закончилось служение, она подошла ко мне, она мне поблагодарила и сказала, Таня, мы остаемся в этой церкви. Она познакомила свою дочку с учителем воскресной школы. И она мне сказала, мы будем каждое воскресенье посещать это служение. И знаете что? Она мне потом рассказывает. Я уже звоню ей. Она говорит, Таня, я такая счастливая. Я не могу понять, что со мной происходит. Меня настолько переполняет радость. Я летаю по квартире. Андрей плачет. Я плачу. И мы счастливы. Говорит, если бы я не пошла, она говорит, у меня бы просто была депрессия. Говорит, ну я сейчас такая счастливая. Таня, я благодарю тебя, что ты настояла. Говорит, потому что когда я положила трубку, через 10 минут приходит брат моего мужа и говорит, а что вы такие расстроены? Они говорят, ну мы договорились ехать в церковь, но у нас машина поломалась, и сейчас люди приезжают. Решается вопрос бизнеса. Он говорит, вы знаете, давайте я вместо вас встречу с людьми, а плюс берите мою машину и можете хоть целый день на ней ездить. Ира говорит, он никогда никому не давал свою машину. Это было святое, это было табу. А тут сказал, берите. Говорит, мы сели, Таня, и приехали. Братья и сестры, дорогие, мои родители уже третий раз на служении, они на Левобережной. Моя сестра уже со своей семьей второй раз сегодня на служении в Дарнице. Я воздаю всю славу моему Богу за то, что 20 лет молитв и служения они не пропадают даром. Я хочу вас сегодня укрепить, братья и сестры. Если вы молите за своих родных и близких и думаете, это уже так долго, это уже так долго. Послушайте, молитесь, верьте, что они спасутся и делайте все для их спасения. Возможно, нужен вот такой простой, серьезный, откровенный разговор. А может быть, они вас не слушают, против вас агрессивны. Приведите с собой друга, который может до них достучаться. Возьмите своего пастыря домашки или пастыря по местной церкви, пригласите, чтобы он им рассказал. А если и это нет, ревнуйте в молитве за их спасение. Придет день, вы увидите, вы спаслись, ваш дом будет служить Богу. Вы можете сказать на это аминь? И прославим нашего Господа Иисуса Христа. Он верный. Он не забывает своих обещаний. И когда стоял вопрос Ира, сказала, Ира, что дороже, твой бизнес или твое спасение? Если будешь стоять, вот что дороже на чаше весов, что дороже? Вечность, твое спасение твоей души или бизнес? Выбери. Знаете, сегодня я перед потоком, вы уже сидели здесь, я шла, идет брат на костылях. Он сейчас где-то здесь, я его не вижу. И он мне кричит вслед. А вы знаете, я благодарен Богу, он на двух костылях. Мне должны были отрезать ногу, но я верила Богу, мне ногу не отрезали. И вот я в больнице сегодня был, и моя мама говорит, куда ты едешь? Ты же на двух костылях-то или ходишь? Он говорит, нет, я иду в церковь, я на двух костылях пойду в церковь, потому что так Бог меня там услышит. Вот будет стоять у тебя выбор. И моя Ира, знаете, какой вывод сделала? Говорит, Таня, я такой вывод сделала, ты меня поправил, правильно или нет? Говорит, есть ли какие-то палки в колеса и препятствия, чтобы идти в церковь? Правда же нужно сделать наоборот? Я говорю, умница, нужно сделать наоборот. Если пришло желание не идти в церковь, что нужно сделать? Сделай наоборот, иди туда. Сделай все наоборот. Вот почему? Спасение твоей души важнее, чем все. Спасется твоя душа, вечная душа, а все остальное, то, что тебе необходимо, Бог приложит. Сегодняшняя проповедь моя называется «Что дороже, мясо или свобода?» «Что дороже, мясо или свобода?» Откройте, пожалуйста, вместе со мной Луки 15 глава. Луки 15. И прежде чем мы прочитаем с вами для многих известную историю о пропавшей овечке, я хочу, чтобы мы действительно сегодня были как дети, братья и сестры, как дети, чтобы мы могли увидеть иллюстрацию вот этой истории, о которой говорил Иисус, в таком коротеньком двухминутном мультфильме. Знаете, он наглядно показывает нам притчу Иисуса о пропавшей овечке. Видеостудия, покажите, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Тorzok